Добрый вечер, дорогие наши зрители! Недавно мы снимали обзор на новый наш ноутбук Lenovo Legion и всячески его нахваливали. И тут не прошло и трех недель с момента приобретения этого компьютера и ноутбук выдал нам хохму, который вы видите сейчас на экране. Наверное, по соотношению цена единицы срок службы этот ноутбук перегнал любое устройство, которое когда-либо было в нашем доме. За 1250 евро проработать неполных три недели – это сильно. Как говорят знающие люди, это проблема системы охлаждения. То есть, если его какое-то время подержать, то потом он включается. Он включается. Вот сейчас на экране видно, что он включается нормально. То есть, между предыдущими кадрами и этими кадрами прошло где-то в районе часа. Вот. Потом какое-то время он работает. Как уж все это, Core i7. Вот. И потом он опять выдает на экране эти полоски. Надо сказать, что то, что я говорил в предыдущем обзоре про Lenovo, Lenovo, что многие хаят Lenovo, что у них летят. А у нас как раз было Lenovo, которое работало. Вот опять появилось вот это счастье на экране. То есть, наверное, получается, как с любым с Китаем – повезет, не повезет. С одним Lenovo нам повезло. Оно служит нам уже верой и правдой третий год. А вот это не дотянуло даже до двух недель счастья. Ну, понесем его в гарантийный ремонт. Будем смотреть. Не выдержал наш боец тогда, когда мы к нему подключили GoPro и попытались перекачать видео и фотографии на компьютер. Вот. И вот, как вы видите, он выдает вот такую красоту на экране. Посмотрим, понесем в сервисный центр. Будем просить замены. Потому что, ну, через две недели, если пошли какие-то сбои, то нет смысла мучиться с этим устройством и дальше. Тем более, что устройство дорогое. Ну, не знаю. То же самое, что вы пошли, купили. Не Жигуля, а какую-то среднюю качественную машину. Ну, и вот тут она вот вам через месяц стала ломаться. Но это ненормально. Вот автодилеры, например, в таких случаях отзывают эту вещь. Ну, и будем надеяться, что и фирма, которая нам продала этот ноутбук, причем это не маленькая фирма, достаточно крупная, много филиалов, много магазинов, тоже пойдет навстречу и заменит нам его на другой. Как уж у нас получится общение, мы расскажем. Но вот пока получается то, что первый отзыв на Lenovo Legion был восторженный. Второй отзыв, ну, не совсем восторженный. Посмотрим, что уж дальше будет. Если нам заменят его и выдадут другой, мы снимем и будем следить уже пристально за его жизнью. Вот, видите, кора ИСем, все дела. И вот кора ИСем говорит, я устал, я ухожу, работать не буду. При этом, конечно, его не били, не стучали, ничего плохого с ним не делали. Даже рядом с ним никто не пил, ни чай, ни кофе, не заливали, не роняли. Но товарищ помер. Так что вот. И у нас есть один негативный отзыв о продукции фирмы Lenovo. Но еще раз говорю, я надеюсь, что это трагическое недоразумение, и которое удастся достаточно быстро разрешить. У всех фирм бывают не самые удачные варианты. И будем надеяться, что просто конкретно этот ноутбук дядюшка Си немножко неправильно запаял что-то, что-то сделал с ним не то. Но, надеюсь, вам этот обзор будет полезен. Если вы будете выбирать схожий продукт, вы подумаете, что есть у них эти проблемы. Вещь недешевая, возможно, стоит подумать. Если вам было полезно это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если кому-то было очень интересно, то ставьте колокольчик. Мы вас будем держать в курсе о наших дальнейших приключениях с данным ноутбуком. Что с ним стало, как стало, какое решение будет принято. Завтра будет понедельник. 2 ноября мы поедем в сервис-центр. И посмотрим, что сервис-центр нам скажет по поводу нашего гримычного ноутбука. До новых встреч в эфире. Чао!